Спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала, хорошо ли видно, слышно, все ли у нас в порядке, видно ли презентацию. Как всегда, ставим плюсики. Пока ставим плюсики. Из папки ресурсы можно загрузить те полезные ресурсы, которые сегодня подготовлены к нашей встрече. Это презентация и еще несколько полезных файлов, о которых я скажу немножечко позже. Ага, спасибо, отлично. Так, и сегодня мы поговорим про выборы изданий для публикации. Это будет такой небольшой навигатор в мире информации в интернете. И затронем вопрос добросовестных и не очень добросовестных изданий. Более емко их называют, еще часто мусорными, это можно встретить и в публикациях, и в социальных сетях. И на интернет-просторах. Ну, мы вот так немножечко политкорректно подошли к этому вопросу названия вебинара. Но, по сути, да, это вот они. Или то, что называется предитория Джорнлс. Одна из таких сегодняшних бед, которую хорошо бы отслеживать. Вот сегодня про эти ловушки, в которые могут попасть авторы, особенно начинающие авторы. И о том, на что обращать внимание, чтобы в них не попасть. Вот сегодня про это мы и поговорим. Ловушки активных публикаций, суть та же самая, что и при дефиците информации. С одной стороны, ресурсов много, с другой стороны, вроде бы это хорошо, но с другой стороны, и велик резко ошибиться с выбором. Ну, публикационная активность, показатели, индексы цитируемости, цитирование – это все неотъемлемая часть современной жизни и научных сотрудников, и преподавателей, и аспирантов, наверное, и магистрантов. Но в погоне, да, количественные показатели играют большую роль, здесь тоже можно много говорить о том, хорошо это или плохо. Но сегодня, ну, 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 это реальность, в которой мы живем, поэтому, как бы, оценивать мы это пока не будем. Но в погоне за этими показателями очень легко попасть в те ловушки не совсем добросовестных, или уж совсем недобросовестных изданий, или вообще не изданий, но желающих нажиться на всеобщей беде увеличения нормативов по публикациям, это просто какой-то бич сегодняшнего, наверное, сетевого мира. На что ориентироваться, основные ориентиры сразу вам даю, на что ориентироваться при выборе издания. Они приведены у нас здесь, да, на что обращать внимание. И, как я уже сказала, Predatory Journals, или недобросовестные, или мусорные, псевдонаучные журналы, это одна из таких вот бед и ловушек, в которые можно попасть, если не знать ориентиров, а идти вслепую. Ну, казалось бы, с одной стороны, ну а что здесь такого плохого? Ну, а публиковались мы в каком-то журнале. Ну, главное быстро, главное, что статья вышла, главное, что она есть, но публикации в таких изданиях, которые вызывают наши подозрения, может иметь несколько последствий для нас. Ну, во-первых, это имиджевый риск, мы можем подмочить не только свою собственную репутацию, но и это имиджевый риск организации, вуза, с которым мы аффилируемся, и подписываем свою должность, название организации в публикации. В вузах не все публикации вообще везде принимаются в расчетах при рейтингах и расчете публикационного индекса, индекса публикационной активности преподавателей. А кадровые службы некоторых организаций, там, где есть требования к определенного рода публикациям, количества публикаций и так далее, они могут это все проверять и не рассматривать резюме таких авторов. Ну, в конце концов, помимо имиджевых рисков, есть еще и вполне материальный риск. Можно потерять и деньги, так как в таких изданиях, как правило, нет ни финансовых гарантий, ни защиты интересов авторов, ни соблюдения авторских прав. И вообще мы здесь ни при чем, это было ваше решение. Мусоризация способствует и распространению системы Open Access открытых публикаций, журнал, который предоставляет полные тексты своих статей, не взимая платы с читателей. В этом случае берется плата с авторов. В какой-то степени да, но об этом чуть попозже скажем. Итак, на что обращать внимание, когда мы выбираем издание, с чего вообще начинать? Чаще всего с нас требуют либо ваковские, либо публикации в журналах, рецензируемых ВАГ, либо в журналах, индексируемых в международных базах. Начинать стоит со списка ВАГ и со второго списка, списка релевантных изданий организации. Вот два основных момента, с которых поиск и стоит начинать. Ну, список ВАГ найти несложно. Зайти на сайт ВАГ и посмотреть последние данные по обновлению списка рецензируемых изданий. Но не все издания, которые входят в этот список, они могут учитываться вашей организацией или вашим учебным заведением при расчете рейтингов и публикационной активности. Поэтому чаще всего, если есть какие-то ограничения, то существует так называемый белый список тех же самых журналов, рецензируемых ВАГ. Иногда туда добавляют и Скопусовские издания, и Web of Science. То есть рекомендованные для публикации и уж точно статьи, опубликованные в них, они будут приняты в зачет. Поэтому узнавайте, есть ли у вас такой список организаций. Обычно это делается рассылкой всем преподавателям в начале учебного года или после очередного обновления. Проходит такая рассылка от департаментов по научной работе, от отделов по научной работе. Если этого нет, то просто выбрав по списку ВАГ подходящее издание, просто поинтересуйтесь, проконсультируйтесь с вашими руководителями. Будет ли оно засчитано, есть ли оно. Олег Николаевич, прошу прощения, не написали «Здравствуйте» оригинальным способом. Я почему-то прочитала спам и сижу, думаю, почему спам? Где, где, где я тут спамлю? Добрый день, добрый день всем, кто сейчас к нам подсоединяется. А мы идем дальше. Еще один, вот сейчас вам покажу ресурс, очень полезный. Каталог журналов Open Access DOAJ. Это каталог журналов открытых ресурсов. Вот те самые журналы, которые входят в систему и распространяют информацию по системе Open Access. То есть для читателей все открыто в бесплатном доступе, а для, или в почти бесплатном, почти все открыто в бесплатном доступе. А для савторов за публикации берутся деньги. И вот распространение этой системы тоже могло способствовать мусоризации журналов. Хотя мнение, что все журналы, входящие в эту систему мусорные, это миф. Таких мифов на самом деле вокруг этой системы, вокруг журналов, которые по ней работают достаточно много. Тема очень такая горячая, внимание привлекает, поэтому горячо обсуждается, муссируется и в социальных сетях, и в средствах массовой информации. Страшного в этом ничего нет. В этих журналах тоже можно публиковаться. Но для того, чтобы это проще и легче было сделать, и не попасть в ловушку тех журналов, которые в эту систему не входят, и в каталог не попали, вот как раз и был создан такой каталог, который помогает нам сориентироваться в какой-то степени. Ссылку на него я вам даю в чате. Он позволяет сориентироваться в какой-то степени, понять добросовестность того или иного журнала. Интерфейс. Поэтому в копилку ресурсов на прошлом вебинаре мы говорили про различные ресурсы, откуда брать информацию. Кстати, вот это еще один дополнительный ресурс, туда же в нашу копилку, где искать материалы, где можно почитать статьи, в какие журналы по нашей тематике. И при подготовке публикации журналами из этого каталога тоже можно пользоваться. Интерфейс англоязычный, но проблем обычно нет. Можно в строчке браузера перевести вообще страницу сайта на русский язык, спокойно с этим работать. Ну и, в принципе, интерфейс достаточно такой дружелюбно простой, минималистичный и интуитивно понятный. Здесь можно проводить поиск по журналам и по статьям. И вот количество журналов и статей здесь можно увидеть на данный момент, по данным на два дня назад, количество журналов, входящих в эту систему и количество статей, которые с помощью этого каталога тоже можно найти. Поиск простой, можно находить по тематическую выборку, можно делать по предметам, по тематике. И вот количество журналов здесь указывается. Ну и дальше просто простым поиском открываем, смотрим, ищем то, что нам нужно. Что меня удивило в этом каталоге, я первый раз, честно говоря, увидела такую вещь, как публикация лицензии на правах которой, Creative Commons, вот эта, та лицензия, на которой размещается этот журнал и размещаются эти статьи. То есть там есть и с коммерческим, и некоммерческие, и в полном доступе, и обязательно ссылка и цитирование, можно не ссылаться. Разные варианты, но, честно говоря, для библиографических таких баз данных, реферативных баз данных, я вот это вот, раньше мне такое не попадалось. Разные показатели были, но вот чтобы указывали лицензию, я это вижу первый раз. И обращаю ваше внимание, вот на этот значок, да, зелененький такой бейджик, который ставится около изданий, это тоже интересная такая фишечка этого каталога. Появилась она после, в 2014 году. Вот она из таких детективных историй, связанных с мусорными журналами. Это известная история Джона Боханана, который в 2013 году, а сам каталог, кстати, существует, по-моему, с 10-х годов, 10-12 год, вот тогда он появился. А в 2013 году Джон Бохананан провел расследование по выявлению мусорных журналов. Вот тогда он под вымышленным именем написал ложную статью и отправил в 304 журнала, работающих по модели Open Access, научные статьи о противораковом действии веществ, выделенных из лишайников, подписываясь вымышленными именами. На первый взгляд эти статьи выглядели как надо, но при этом они содержали грубейшие ошибки, очевидные для специалиста. То есть, если мы не биологи, нам это ни о чем не скажут, это просто научная статья, а специалисты по биологии сразу могли увидеть вот эти вот грубые, нелепые ошибки. Он хотел проверить, насколько добросовестно журналы, входящие вот в эту систему, в том числе и часть журналов была из этого каталога, насколько они серьезно и ответственно относятся к публикациям, насколько они добросовестны. Да, причем, интересно, часть своей статьи он сгенерировал в автоматическом режиме, то есть такой уже искусственный интеллект задействовал, а часть статьи писал сам. Результат был потрясающий. 157 журналов из 304, в которые он делал рассылку, заведомо вот такие ложные, бракованные статьи, с радостью приняли к публикациям. Причем 80 журналов из этих 157 даже не удосушились провести хоть какую-нибудь проверку, даже хотя бы просто вычитать содержательный аспект статьи. Отвергнутые, к чести сказать, вот эти липовые публикации были почти 100 журналами, а остальные, ну, к моменту опубликования, бог и на нам, своих результатов, такого эксперимента, свое решение не успели принять, то есть находятся в рассмотрении. И при этом выяснилось еще интересный факт, тоже на что стоит обращать внимание, когда мы выбираем издание. Многие журналы, которые выдавали себя за европейские или американские издания, солидные издания, на самом деле оказалось, что базируются в странах Азии и Африки. О чем свидетельствовали и их контактные данные, и банковские реквизиты, и IP-адреса. То есть, да, вот те моменты, на которые стоит обращать внимание. Причем, это часть информации он получил, просматривая, как бы, сайты самих изданий, а часть информации всплыла в ходе переписки. То есть, вроде бы на сайте все хорошо, а вот когда начинается переписка, уже и вопрос пошел об оформлении финансовых платежей и переводов, вот тут уже стали возникать серьезные сомнения. Поэтому, даже на этапе оплаты, радуясь, что ура, нас приняли в такое солидное издание, все-таки к реквизитам относитесь внимательно, перечитывайте еще раз, а вообще туда ли вы попали, туда ли вы подали. И к чести вот этого каталога, Directory of Open Access Journals, они не оставили без внимания результаты этого такого укуса хорошего. И они в результате, в 2014 году, после выхода вот этой статьи разоблачающей, конечно, шумиха была потрясающая, из каталога было удалено 114 журналов из списка. И очень быстро пересмотрели критерии отбора журнала для включения в этот каталог. То есть, к чести сказать, очень внимательно отнеслись к ситуации. И теперь вот этот зеленый бейджик, он отмечает те журналы, которые были приняты в каталог после 2014 года, после марта 2014 года, уже по новым требованиям и по новым критериям. То есть, они соответствуют критериям отбора, и, конечно, риск никто не отменяет, но он гораздо ниже. То есть, это качество подтверждается каталогом. Поэтому, если возникают какие-то вопросы, в каталог будут изымать и будут обрабатывать наш запрос. И от остальных журналов, которые вошли раньше в каталог, было потребовано переподать заявки на включение в соответствии с новыми правилами. Кто-то это сделал и получил зеленый бейдж, зеленый свет, кто-то этого не сделал, он остался без бейджика. Ну и там есть еще на некоторое издание всплывает такой желтенький бейдж, рекомендованно каталогом, то есть, высшее качество. Каталог не существует сам по себе. У них очень тесные связи с центром ИССР, который тоже в 2014 году, видимо, это было связано с этим экспериментом Боханана, принял правило, согласно которому оставляет за собой право отказать издателям в номере, предоставляющим недобросовестную информацию. То есть, номер СССР могут не присваивать. Поэтому они работают в таком тандеме и отслеживают номера СССР. Поэтому, опять же, это повышает уровень добросовестности изданий, вошедших в этот каталог. По российским изданиям, да, но в него входит только западное издание, к российским, к сожалению, это не относится. Ну, свой такой, в кавычках, аналог Open Access российский каталог, наш знакомый Ринс, горячо любимый, да. Здесь есть список российских научных журналов, имеющих открытые для всех полнотекстовые выпуски и размещенных на платформе Е-Лайбрери. Ну, такой, может быть, прообраз зарубежного каталога Open Access. На странице Е-Лайбрери его найти можно, поэтому тоже сюда, если мы говорим о российских изданиях, сюда заглядывать стоит. Следующие у нас в ориентире были черные и белые, черные и белые списки, какие существуют, куда заглядывать. Черные списки Е-Лайбрери. Также через поисковик, через свой профиль, зайдя на страницу Е-Лайбрери под своим идентификационным логином и паролем, авторизовавшись, можно найти регулярно публикуется список журналов, исключенных из Ринс. Ну, здесь два момента, как искать. Чаще всего это страничка обновлений, то есть журналы, исключенные из Ринс в 2019 году, и сюда попадают только те журналы, которые были исключены в 2019 году. А если у нас журнал вызывает сомнения, возможно, он раньше был исключен из Ринса, но здесь мы этого не увидим. Для этого воспользуемся списком. Заходим на страничку каталог книг, и вот здесь в строке «Выбрать» выбираем книги, исключенные из Ринс. То есть не пугайтесь названия книги, журналы, в основном это сборники, исключаются конференции, сборники материалов и прочее. Поэтому они идут вот в этом разделе. Не пугайте, журналы нам покажут. И выбираем просто книги, исключенные из Ринс. Презентацию скачать можно, и ссылку в чат уже давать не буду, но на слайде она есть действующая, которая ведет сразу на эту страничку, чтобы не рыскать по всему сайту в поисках, где же это находится. Можно сделать выборку и получить вообще по всем изданиям, когда-либо исключенным из Ринс, либо поискать по названию. Если название нам известно, то поиск по названию. И также оставляем фильтр книг, исключенных из Ринс. И вот тогда он нам выдаст вообще все публикации, которые... Я здесь делаю простой поиск просто по названию. И вот все исключенные издания с этим названием, они здесь у нас высвечиваются. Перед публикацией хорошо бы это проверить. Вообще лучше перед тем, как выходить на это издание. Это вот что касается российских изданий. Скопус. Периодически, по-моему, два или три раза в год они печатают обновления списков включенных и исключенных журналов. И те, и другие. Поэтому здесь и черные, и белые списки. И данные по последним обновлениям, прошедших в Скопус, в папочку ресурсы я вам положила. Это уже готовые файлики. Их можно скачать. Ну или, если не скачивать сейчас, или нет какой-то возможности для этого, можно перейти, или желания, потребности, то можно это сделать самостоятельно, перейдя по ссылке на страницы сайта, где есть ссылки на эти списки. Адрес тоже в презентации есть. Сразу попадаем на эту страничку и выбираем тот список, который нам нужен. И сверяемся, куда попало или не попало наше издание. То, которое нас интересует. С ВОЗом посложнее. С ВОЗом посложнее. С поиском списков сложнее. Без проблем это сделать, если у вас есть регистрация в ВОЗ-сайенс, у вас есть доступ, вы зарегистрированный пользователь. В скупусе, кстати, это можно делать и без регистрации. Данные открыты. А вот здесь уже потребуется регистрация. А если у нас нет такого доступа, ну, с одной стороны, требуется публиковаться в журналах, индексируемых в ВОЗ-сайенс, но доступ пока еще по каким-то причинам у нас отсутствует. Да, тем или иным. Поэтому, если его нет, то можно воспользоваться обходными маневрами. Первый маневр – это перейти на страницу поиска журнала. Выглядит она вот так, как на слайде. Ссылочку я вам сюда сейчас скину, чтобы легче было искать. И по названию журнала, опять же, пробить, посмотреть, если вообще этот журнал, индексируется ли он в ВОЗ. Либо второй путь, но здесь надо знать сам журнал. Если возникает вопрос, а какие вообще журналы индексируются в международных базах данных, то можно воспользоваться ресурсами, которые такую услугу предоставляют. Вот один из этих ресурсов, который дает выборку по журналам ВОЗ и еще там показывает по одной, правда, по одной только из баз, это научная платформа ОРИС, которая помогает нам сориентироваться, найти журналы, которые индексируются в международных базах данных. Помимо этого, если посмотреть сайт этой платформы, она еще много чего помогает, и поможем подготовить статью для печати и так далее. Честно говоря, мне это немножечко так настораживает, но вот поисковик, надо отдать им должное, у них работает неплохо. Что вызывает сомнения по поводу подготовки публикации? Опять же, это только сомнения на первый взгляд, но да, они помогают подготовить публикации, подобрать журнал для публикации и массу еще дополнительных услуг, естественно, не безвозмездно. Смутило то, что в основном партнерство представлено такими странами, как Индонезия, Индия, Иран и ряд арабских университетов. То есть европейского представительства не наблюдается, это немножечко так, честно говоря, смущает. И в основном журналы они подбирают именно из тех регионов. То есть появляются уже какие-то признаки посомневаться, а вот поисковик работает у них неплохо. Да, ссылка на поисковик, это я вам дала. И можно прямо по этой ссылочке посмотреть список журналов, которые индексируются в App of Science. Здесь поиск идет либо по названию, либо по предметной области. Но он ограниченный, я так понимаю, что не все, не во всех областях есть данные, и не все журналы сюда попадают. Например, вот выбрав предметную область, связанную с образованием, и попробовав воспользоваться этим поисковиком, я, например, обнаружила, что для высшего профессионального образования и, сейчас скажу еще, образование взрослых, повышение квалификации, он мне выдал результатов не найдено. А вот не уточняя предметную область, он выдал всего найдено 5 журналов. То есть, видимо, это не прямая, не основная сфера деятельности данной платформы. Ведется по стольку, поскольку попадают ли туда новые журналы, не совсем понятно. Но, в принципе, удобно визуально. И, например, можно открыть, посмотреть карточку самого журнала. То есть, что-то найти можно. То есть, они приводят всю информацию о журнале, в каких предметным областям он относится. Да, кстати, говоря о списке ВАГ, обращайте еще внимание, я думаю, что Наталья Модестовна Логачева на своих вебинарах, это вот касается в основном аспирантов, докторантов, соискателей, тех, кто готовит свои публикации для защиты. Обращайте внимание, сейчас новые требования появились. Это соответствие журнала, в котором вы размещаете свою публикацию, паспорту специальности, по которой вы защищаетесь. То есть, нельзя, если я иду по 05 экономика управления народным хозяйством, опубликуюсь в педагогике, эту публикацию при всех белых положительных сторонах, да, все замечательно, все шикарно, во все белые списки входим, но вот здесь могут публикацию не принять и не учесть. Я думаю, что на вебинарах Натальи Модестовны, посвященные как раз работе со статьями аспирантов и докторантов, стоит сходить, посмотреть, она про это просто более подробно будет рассказывать. Я туда сейчас не пойду, чтобы нам не пересекаться. И что еще есть в АРИС? Есть вот такой хороший поисковик, но по ВОЗ, это вот два варианта, где можно искать два адреса. Один – это то, что я вам показала, и второй на этой же платформе. Адрес тоже есть вот здесь, наверху, на слайде. Можно сразу перейти к этому поисковику. Он ищет список журналов по одной из коллекций. Вот это самая коллекция Web of Science, ESCI. Что это за коллекция? В связи с такой глобализацией процессов научной деятельности, которые трансформируются в публикационную активность и расширение мира научных исследований, что способствует росту публикации, а, соответственно, спросу на индексируемые научные издания в международных базах данных, короче и проще. Имеющихся коллекций ВОЗ уже недостаточно, а спрос на индексируемые издания растет. Приходится расширять жилплощадь. Тем более сейчас от представителей гуманитарных направлений требуют публикации ВОЗ, а ВОЗ в основном заточен под естественные, точные науки. И что делать, и как быть. Вот с этой целью и в 2015 году приняли решение расширяться. И в 2015 году был создан Emerging Source Citation Index. Вот тот самый сокращение, которого здесь приведено, и по которому ОРИС как раз осуществляет поиск по журналам, которые входят в этот индекс. И здесь предпочтение отдается изданиям как раз экономической, гуманитарной, социальной направленности. То есть здесь мы публиковаться можем. Но это все прекрасно и замечательно. Но есть одно «но», которое следует помнить. Туда сегодня могут попадать и региональные журналы по локальным вопросам. И журналы, входящие в эту коллекцию, в этот индекс, они могут не иметь импакт-фактора. Это такое чистилище для журналов, желающих войти в Web of Science. Работа на испытательном сроке. Через годик-другой, третий, если они подтверждают свою пригодность, они вносятся в основной перечень ядра в Web of Science Core Collection, и для них рассчитывается, уже идет расчет импакт-фактора. Либо, если они не подтверждают свою пригодность, они из ВОЗ будут исключаться. Будет ли засчитываться публикация в издании из этой коллекции, это нужно уточнять уже, опять же, по белым спискам своего ВУЗа и руководства. В принципе, должны, да, то есть на плюсик есть публикация в Web of Science, это влиять не должно. Но если нет каких-то дополнительных параметров, например, требований к компакт-фактору журнала, вот этот момент нужно иметь в виду. Но, с другой стороны, это возможность. И опубликоваться в них попроще, чем когда они войдут уже в Core Collection. Ну, вот, например, тоже медиаобразование, которое мы смотрели выше, пример журнала, он в эту коллекцию входит, он индексируется, поэтому и ССН есть. Поэтому, в принципе, да, можно, вот, поиск здесь тоже легко осуществляется. Вводим название журнала, если известно, либо и ССН, и подает нам список с указанием вообще, в каких странах это издается. То есть здесь мы сразу можем выбрать. Да, ну и вот, SGR, если есть, то он публикуется. Если нет, ну, вот. Да, это нам к сведению. Еще один. Это вот те два обходных маневра, которыми можно найти журналы, индексируя и проверить их индексацию в Web of Science, насколько их информация соответствует действительности. Еще один был замечательный у нас такой инструмент, с которым связана детективная история. Это список Билла. Наверняка слышали. Коллеги, про список Билла есть у нас те, кто не знает, что это такое? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Что-то не знаю, что это такое, первый раз вижу. Или слышу. Ага. Остальных скромно промолчали, да? Ага. 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 Да и прекрасно. Не все про него знают, потому что там целый детектив был с этим списком Билла. Он состоит из четырех списков. По сути, это четыре таких разных списка. А началось все в 2010 году, когда, можно сказать, почти наш коллега, американский библиотекарь, библиограф из библиотеки Аурерия, американская библиотека университета Колорадо в Денвере, Джеффри Билл, устав от проблем с экологичностью публикации, вспылин, разработал систему критериев и определил критерии хищничества. Кстати, это он одним из первых стал вводить вот это вот понятие хищнических журналов. И сделал список недобросовестных изданий, издателей, хищников, таких и акул публикационного мира. Сначала в списке было две части. Это недобросовестные издатели и недобросовестные издания. Причем, посмотрите, его очень часто упрекают в том, что он от ошибок никто не застрахован. И некоторые издания, которые просто имели отдельные признаки недобросовестности, но по сути таковыми не являлись, потому что наличие платы за публикацию – это еще не показатель, что журнал мусорный, что они попадали в эти списки. Но ситуация меняется, сегодня был недобросовестный, завтра исправился, в списке мог остаться. Но посмотрите, как он очень корректно в переводе на русский. Формулировал эти списки. Потенциальные, вызывающие сомнения, возможные, вероятные. То есть то, что вызывает сомнения, а не напрямую «вот он хищник». Это так слово в защиту била. По поводу этих списков мнения и были, и есть, и остаются разные. По поводу критериев. Ну да, критерии – это штука вообще очень сложная и требует, наверное, доработки и рассмотрения. Но то, что силами одного человека это сделать достаточно сложно. Но то, что он уже это сделал, большой и низкий ему поклон за это. К 2016 году, то есть за 6 лет, у него в списке было уже почти 1200 издательств и 1300 отдельных журналов. То есть работа грандиозная. Спасибо Бигу. Он сделал еще два дополнительных списка. Похищенные журналы и ложные метрики. Похищенные журналы – это либо фейковые, либо фишинговые сайты, которые маскируются под реальные добросовестные издания. И ложные метрики – это те организации, те центры, которые создают ложные метрики. Импакт-фактор, мы знаем, наукометрические показатели, о них уже говорили. Но создаются еще дополнительные какие-то метрики, которые никакого значения не несут, такие ложные метрики, но которые для солидности можно добавлять и создавать впечатление. Тоже маскирующиеся под реально существующим. Но не все так гладко в нашем мире. И список существовал на протяжении 7 лет. 9 января 2017 года проходит последнее обновление из списка, а уже 14 января удаляется вся информация из сети интернет. То есть пропадают все опубликованные списки, пропадают сайты, страничка Facebook, даже личный аккаунт Джеффри Билла и в социальных сетях, и на сайте университета. То есть был человек, и буквально в течение часа его не стало. Что произошло? Тайна, покрытая мраком, и, скорее всего, мы ее, наверное, никогда так и не узнаем. Но сам Билл подтвердил, что это решение было его личным. Об этом же подтвердило и руководство университета, что никакого отношения они к этому не имеют, ничего не блокировалось, и по решению государственных органов, как у нас, блокируют недобросовестные сайты, такого не было. Но до сих пор еще ходят упорные слухи, что это решение не обошлось без политики и угроз. Ну, понятное дело, бизнес есть бизнес. Это история с финансированием, с хищническими, с прибылью. Слишком большие интересы многих людей, слишком большие деньги на этом замешаны. И вполне возможно, да, прошел такой слух, что, скорее всего, были еще и какие-то угрозы и требования и со стороны работодателей. Вот в связи все, человек, выступивший фактически против системы, ну, вот он принял такое решение. Печальная история, но спасибо Биллу, что он это сделал. И спасибо продолжателям дела Билла. В частности, Стефу Бресгову. Эти списки были восстановлены и продолжают жить, но они не обновлялись. То есть, если вам попадается лист Билла или список Билла, один из этих четырех, или все четыре на них, попадаете в сети интернет, имейте в виду, что это не обновляемые списки. Это вот тот самый архив, который был по состоянию на 9 января 2017 года. Но, тем не менее, тем не менее, здесь можно найти очень интересные издания. И те, кто попал в этот список, некоторые из них до сих пор еще продолжают существовать. Ну, вот по потенциально возможным или, вероятно, хищническим научным издательствам открытого доступа на 16-й год в списке Билла было около тысячи издательств. Темпы роста очень большие. Я так думаю, что на сегодняшний день. А вот по изданиям, там было около, ну да, чуть-чуть поменьше, около 900 изданий на 16-й год журналов. И темпы роста, по сравнению, например, с предыдущим, там, 15-м годом, где-то по 300-400 журналов в год добавлялось в этот список. Ну, вот учитывая темпы роста, можно прикинуть, какая ситуация на сегодняшний день. По поводу вводящих в заблуждение метрик, это список сомнительных компаний, которые претендуют на предоставление достоверных научных показателей на уровне исследователя, статьи, журнала. И этот список включает организации, которые подсчитывают и публикуют поддельные импакт-факторы или подобные критерии и системы показателей, которые потом используют недобросовестные издательства на своих веб-сайтах, рассылают издателям и ученым ложную информацию о том, что их издания имеют законный импакт-факторы. Ну, вот такой список, он и есть. Поэтому, да, еще присваивают, выдают там поддельные красивые сертификаты о том, что вводят неподготовленных редакторов в заблуждение о том, что их издание получил такой высокий импакт-фактор, теперь рецензируется ВОЗ и вот этим вот привлекают. Ну, за небольшую такую сумму сертификаты, подтверждающие наличие у журнала импакт-фактора, то есть недобросовестные журналы этим пользуются. То есть вот на это тоже стоит обращать внимание, когда вы видите импакт-фактор, проверяйте вообще, в какой базе и кто сертифицировал и кто выдавал это. По поддельным журналам, про приманку сейчас скажу еще, и поддельные, вводящие в заблуждение метрики, и похищенные или фейковые журналы. Иногда кто-то создает поддельный веб-сайт, который претендует на то, чтобы быть, а точнее казаться веб-сайтом законного научного журнала. Это такой вот фейковый фишинговый сайт, подмена. Затем создатели сайта запрашивают рукописные материалы для похищенной версии журнала. Очень часто воруют, кстати, старые адреса издательств и изданий, которые уже переехали на новый адрес, а вот старые остались где-то. Вот эти старые адреса, особенно если система защиты информации не очень хорошо где-то есть, дырки через эти дырки похищаются, и используются наравне с реально существующим сайтом. И вот затем создатели такого ложного сайта журнала запрашивают рукописные материалы для похищенной версии, прикарманивают деньги, и все. Вы остаетесь без публикации, без денег, безо всего. Требования к законному изданию сами виноваты. Не отследили. В некоторых отслеживать еще, обращать еще такой момент. То издание, где вы публикуетесь, они могут не иметь веб-сайтов, могут не иметь электронной версии, хотя таких становится меньше, но тем не менее, они могут публиковаться только в печатной форме. Поэтому их тоже похищают. Сюда же примыкают и фейковые сайты. Вот пример фейкового сайта я вам чуть попозже покажу один. И еще один прием, который применяют, кстати, научное издательство, не совсем добросовестное. Используется такая приманка для автора. Значит, никогда ни одно уважающее себя издательство и издание, пользующееся авторитетом в научном мире, входящее в Open Access, даже если, не будет заниматься спам-рассылками. Поэтому очень внимательно, но в то же время, если остались, например, как правило, у них очередь уже на годы вперед расписана, но это касается изданий высокого уровня, первых квартелей. Более, вернее, менее именитые издания могут привлекать, делать рассылки по базам, если вы были на какой-то их научной конференции, потом, или где они участвовали как партнеры, и потом делается вам рассылка, ну, просто подумайте, откуда появился ваш адрес в их базе данных. На это обращайте внимание. В последнее время очень интересная ситуация пошла, вот такая приманка для автора. Часть информации – это реальное письмо, которое я получаю уже третий раз, причем заметила такую закономерность. Как только очередная статья, написанная мной или в соавторстве, появляется в e-library, проходит, значит, выкладывается и в e-library, и в римце, через непродолжительное время, и почти тут же приходит вот такое письмо. Это уже второй или третий раз я это письмо получаю. Причем указывается реальное название статьи, статьи реально опубликованы, которые вы помните, причем опубликованы недавно. И текст вот тот, вот этот самый. Вот один в один. Я посмотрела предыдущие послания от этого издательства. Один в один текст. Отличаются только имена, вроде как бы, редакторов. Ну, в общем-то, странная ситуация. В издательстве редактор меняется каждые два месяца. Либо с издательством что-то не так, отчего такая текучка кадров, либо это уже, понятно, какой-то спам-рассылка. Мы заинтересовались, привлекла, ваша статья привлекла наше внимание. И предлагаем бесплатную, быструю публикацию, международное распространение, авторские права. То есть все-все-все на свете. Давайте опубликуем вашу монографию. Вот с такими посланиями. Ну, по косвенным признакам можно понять. Я не хочу делать просто рекламу этому издательству, но можно понять, догадаться, что это за издательство. По всей Европе абсолютно бесплатно. Вот такие слишком сладкие слова, это уже повод задуматься о том, что это такое. Потом посмотрите, заход у них очень интересный. Мы пришли вам брошюру с подробной информацией о нашем издательстве. Брошюра пришла. Ничего толком там написано не было. Не было там написано о том, что это издательство, которое практикует издание под заказ. То есть это не значит, что выходит ваша книга, которая получает международный номер СБН. Если они его присваивают, то там большое сомнение, что они его присваивают. А если присваивают, то не Липовый или он. Потому что на этот вопрос мне предыдущий вроде как бы редактор ничего не ответил. и нет необязательного экземпляра, нет тиража. Ситуация очень простая. Вы присылаете свой материал, они его выкладывают на сайте, сделав красивую якобы обложку вашей книги. Книги еще нет. А опубликуют они ее под заказ. То есть вы открываете витрину их интернет-магазина, видите каталог, видите свою книгу, вау, книга вышла, она продается. Если кто-то заинтересуется и оплачивает эту книгу, то да, они могут прислать и присылают бумажный вариант. То есть в мягкой обложечке быстро распечатывается. Знаете, как сейчас на Западе есть такие библиоматы, книги, которые можно даже с флешки через этот библиомат распечатать буквально там на станциях метро. Подключаешь свою флешку и через 6 минут у тебя на руках готовый экземпляр войны и мира или преступления и наказания. Дешевый стоит буквально считанные центы или считанные доллары, но за эту публикацию в этом издательстве вы будете платить сотни. Может вам обойтись там в 200-300 долларов. При этом все дополнительные услуги идут за очень большие деньги, корректуры нет, рецензирования нет, то есть нормального редакторского цикла нет, присылается ваш материал, его просто опубликовали, вот как оно есть. И то, если кто-то захочет купить вашу книгу. Ну, как правило, если просто хочется иметь, похвастаться, поставить на книжную полку перед гостями, что а вот у меня есть книга, то да, подойдет. Во всех остальных случаях для, например, подтверждения выхода монографии в качестве публикации, тем более к защитам своих работ, вот на такие предложения обращайте внимание, относитесь очень серьезно, скорее всего, нет. Обязательного экземпляра в РГБ не уходят, эти книги никак не регистрируются, то есть, ну, вот только только для себя, что называется, потешить свое самолюбие. Ну, вот такие вот рассылки, они идут. Это тоже один из приемов взимания денег с населения, один из почти честных приемов, в 400. Про похищенные журналы. Как это выглядит в реальности. Ну, вот один из примеров. Сайт, который я взяла из списка Билла. Я нашла этот список в интернете, стала проверять похищенные, по части похищенных изданий, причем у него там приводится интересно. С одной стороны, адреса похищенных, фейковых этих издательств, а с другой стороны, реально существующие. Ну, вот один из фейковых таких похищенных журналов. Он здесь у нас есть. Выглядит вполне достаточно. Сделал такой небольшой скрин. Вполне респектабельно. Да, и журнал такой существует, и SSN у него есть. Да, то есть, если мы по этим параметрам будем проверять, все вроде есть. Но, когда я пытаюсь проверить этот SSN по скупусу, он мне выдает вот такую информацию. Sorry, результат не найден. Хотя на самом сайте центра SSN за этим журналом этот номер числится. Второе. На что стоит обращать внимание, чтобы понять, что что-то здесь не так. Вот это. Члены редакторской, члены ред коллеги. Во-первых, если в одном издательстве может создаваться несколько журналов, смотрите на то, по смежным ли они тематикам, либо совершенно проразное. Во-вторых, члены ред коллеги у разных изданий не могут быть одни и те же. И третье. Вот очень интересно. Вот написано. Шеф-редактор. ДРП ГУМа Нидерланды. Поиск по интернету никакого ДРП ГУМа из Нидерландов не выдал. Да, там был Дерек Гуама из Нидерландов, профессор Амстердамского университета, но ДИГУМа это далеко не ПИГУМа. Было еще два ученых из Соединенных Штатов. Один занимается нанотехнологиями в сфере каких-то высоких технологий, второй материаловедением. Но уж к биологическому журналу вряд ли они имеют какое-то отношение. То есть нет никаких контактных данных, по которым вы могли бы установить личность хотя бы главного шеф-редактора, главного редактора этого издания, не говоря уже про всех остальных. Вот это первое, что должно вызывать сомнения. А кто вообще все эти люди? Написать можно все, что угодно. Имена взять, кстати, известные, подставить, и вроде бы выглядит солидно, но вы откройте и посмотрите. А вообще этот человек к этой тематике-то отношение имеет? А вообще в его профайле, на его аккаунте вообще-то написано, что он является редактором этого журнала или нет? И контактные, да, еще контактные данные. Страничка с контактными данными. Обращайте внимание, будут ли там, какие данные для связи приводятся, относятся ли они к тому региону, к которому должен относиться журнал, либо вот это вообще издание базируется в Мексике. Ну, что тоже вызывает большие сомнения по поводу, стоит ли размещать там свою информацию. Сюда же, сюда же примыкают и так называемые фейковые журналы. Что это такое? Вот пример. Ну, первый пример, это чисто похищенный журнал, вся основная информация была, и плюс еще добавлено что-то, и вот они подстраиваются под реально существующие нидерландские вполне себе приличные журналы. Фейковые журналы. Вот смотрите, какая интересная штука. Есть журнал, который индексируется в Скопус. Вот по базе Скопуса мы открываем его карточку, все по-честному, все хорошо. Да, индийские, но вполне приличные, с хорошим индексом, с скопусовским, стоящий научный журнал. То есть, там можно публиковаться. Не все, что публикуется в Индии, Индонезии и Пакистане, оно заведомо мусорное, хищническое и фейковое. Ну, пробейте просто по официальным базам того же Скопуса. Как это делать, мы уже на прошлых вебинарах разбирали, и это несложно сделать. Но, вот что интересно. У этого журнала есть два, его можно найти по двум интернет-адресам. Вот один из них, фейковый, создан сайт, который к этому издательству никакого отношения не имеет, и который направлен только на получение денег, явно хищнический. Какой из этих адресов липовый? Какой реальный? Вот это вызывает сомнения, да? Вот что-то непонятное. Орг нам знаком. Так вот, все наоборот. Фейковый – это вот этот, который маскируется под короткий, красивый орг. А вот это настоящий журнал. И вот на прошлом вебинаре мы про поиск в доменной зоне, про указания региона. Он честно указывает, что он относится к региону Индии. Он издается там. И если перейти по этим адресам, мы видим следующую картину. Вот это фейковый журнал. Все красиво. И все данные приводятся. И стиль минимализма соблюдается. И все замечательно и прекрасно. Есть у западных журналов, у западных сайтов такой стиль минимализма. Я прошу прощения, Павел Юрьевич, я говорю языком непрофессионала. Ну, минимум фантиков-бантиков, только конкретная информация, только то, что необходимо потребителю и без особых изысков в оформлении. Все вроде бы красиво выглядит, солидно. А вот так выглядит реальный журнал, настоящий журнал по настоящему адресу. Вот совершенно два разных сайта. Поэтому, чтобы не промахиваться с адресами, проверяйте то, что вы находите в поисковых системах через, например, тот же Scopus или Web of Science. Открыть карточку журнала и переход, вот видите, в хомпейдж. Действующая гиперссылка. По ней вы переходите на реальный сайт, реального журнала, проверенный. И это уже, и это будет тот адрес, который нужен, а не тот, который мы могли найти, который нам мог, могла выдать поисковая система под наш запрос. Либо который мы где-то взяли. На что еще стоит обращать внимание, если у вас есть сомнения, какой это журнал. ИКС. Индекс качества сайта. Раньше в Яндексе был такой показатель, назывался ТИЦ, и многие сайты внизу ставили, был такой прямоугольничек, и написано ТИЦ и циферки. Его заменили на ИКС, индекс качества сайта. Оценка идет по множеству параметров. Нам туда углубляться не стоит, нам важно знать, где он находится. И если вы перешли на сайт журнала, просто возьмите этот адрес из адресной строки, и не проверьте его по этому ИКС. Просто набиваем. Ссылку я вам на эту страничку сейчас попробую найти. Где он у меня есть или нет. А, нет, здесь, наверное, нет. В принципе, это в самом Яндексе достаточно просто набрать ИКС, и он выдаст ссылку на этот ресурс самого Яндекса. И по тем цифрам, которые, по результатам, которые он выдает, можно уже понять. Вот смотрите, фейковый журнал, нет данных, фейковый сайт, нет данных об ИКС на сайте. То есть этот адрес вообще никак нигде не индексируется. А вот здесь 1300. Могу сказать, что все, что больше 100, это вообще супер, это хорошо. А если уж 1300, это вообще супер показатель для сайта. Чем выше вот эти цифры, тем больше доверия и к этому сайту, и больше добропорядочности в его действиях. На что еще обращать внимание на сайте журнала? На импакт-фактор. Вот смотрите, журнал. Замечательный журнал. Импакт-фактор 5,448. Супер. Прямо бежим и публикуемся. Все красиво, в рамочке. Импакт-фактор у нас такой-то зашкаливает. Начинаем проверять. Проверяем этот журнал по скопусу. Результат тот же самый. Нет такого журнала. Но где-то же он индексируется. Но при этом они не врут. Они приводят данные, правда, немножечко ошибившись в одной цифре. Они реально индексируются. Но вот здесь, в африканской базе. Еще хорошо бы ее посмотреть по списку белых фейковых метрик. Не входят ли они в этот список. И там, да, там действительно они имеют импакт-фактор. Но только не 5,448, а 1,448. Ну так в одной цифрке ошиблись, не страшно. Но импакт-фактор же есть, они не врут. Правильно, есть. Поэтому, да, вот поэтому обращайте на это внимание. В какой базе? Что это за база? Вам оно надо публиковаться в африканских базах цитирования? Ну, если надо, то да. И третий шаг проверяем по ИКС. Скопус нашли, где он на самом деле индексируется, в какую базу он входит. И ИКС проверяем. Да, вот он ресурс. Яндекс.Вебмастер можно набрать, проверить ИКС. Прямо в поисковике Яндекса. И он вам ссылку на эту проверялку даст. ИКС 10. То есть ни о чем. Журналы явно подделены. Еще одна фишка, которую часто допускают издательства, издания. Забываем. Скромно умалчиваем. Скромно умалчиваем о том, что мы либо еще не в Скопус, либо уже не в Скопус. Журнал подал, если вам попадается, что журнал подал заявку на вхождение в Скопус или ВОЗ, имейте в виду, заявки в Скопусе, например, рассматриваются около года, и гарантии, что примут, нет, а ВОЗ там до трех лет может доходить. Поэтому на это тоже. Скоро там, а это еще не там. И проверьте опять же по базе, есть он там или нет. Скорее всего нет. Скромные журналы, которые уже не в Скопус, перестали индексироваться, но все равно указывают те данные, которые взяты из Скопусовской базы, что они там скромненько индексируются. Опять же проверяем очень просто номер журналов. И вот смотрите, индекс качества сайта у него какой. Он перестал индексироваться там, у него сразу резко упал вот этот показатель. И на карточке самого журнала обязательно ее нужно открывать. Несмотря на то, что в самом Скопусе журнал будет, данные на него есть, откройте, посмотрите подробно карточку. Те журналы и статьи, которые перестают индексироваться в Скопусе в App of Science, они из баз не исключаются, они продолжают там жить, но на них индексация уже не идет, поэтому нужно промахнуться. А они этим пользуются, естественно. Поэтому зайдите, посмотрите. Информация здесь будет указана, с какого периода он уже не индексируется. На что еще стоит обращать внимание на примере нашего журнала? Вот здесь сделано все правильно. Высшее образование в России. Есть и ССН, и электронные, и нормальные. Их можно пробить по базе центра ССН. Есть портал проверки ССН. Вот ссылочка. Я вам ее кидаю. Если вдруг возникнет желание, пожалуйста, можно это пробить. Обязательно обращайте внимание, что указывается в меню. Если только тематика, контакты, авторам и все, это уже вызывает сомнения. Чем шире представлено меню и его разделы, тем оно лучше. Политика журнала. У недобросовестных или, скажем так, сомнительных журналов, она будет выражаться там один-два абзаца и все. У журналов, которые за свою репутацию, своей репутацией дорожат, вот посмотрите, разделы. То есть информация представлена по всем направлениям и достаточно хорошо. Персональный раздел, то же самое, редколлегия. Не забудьте зайти и посмотреть, что еще есть на журналах. Архив номеров, обращайте внимание. Фейковые, либо журналы липовые, они либо не предоставляют архив своих публикаций, либо он может заканчиваться каким-то годом. То же самое, кстати, касается исключенных журналов. Обращайте внимание. И как он оформлен? Просто списочком какие-то стоят гиперссылочки, либо это нормально оформленный архив, с которым удобно работать. То есть качество оформления тоже. О, Павел Юрьевич, поздравляю. Удалось, да? Да, это непросто, кстати. В таких журналах не очень просто, не с ползахода опубликоваться. Будет очень много возвратов рецензий, возвратов статей на доработку. Редколлегия. Вот то, что мы видели в фейковом журнале, здесь отсутствует. То есть есть гиперссылки, есть контактные данные на членов редколлегии. Можно и написать, можно зайти посмотреть. Есть персональные странички, можно зайти более подробно посмотреть, кто это, что это, где работает, как работает. То есть полная информация представлена. На это обращайте внимание, как представлены члены редколлегии на журнале. Ну и в открытом доступе в сети интернет, даже просто по взятым отсюда фамилии, имя, место работы, можно найти информацию. То есть мы знаем, кто это за человек, что это за человек, что это. Да, действительно, тот, кем является, тогда это тот журнал, за который он себя выдает. И в заключение очень коротко основные признаки мусорного журнала. Что из того, что мы рассмотрели, и плюс еще дополнительное. Это очень коротко, просто пройдем перечисление. Во-первых, на что обращать внимание. Обещание в сверхбыстрые сроки, либо публикации, либо рецензии. Рецензии, кстати, у мусорных журналов может вообще не быть. Рецензирование процесс не быстрый. Может идти для небольших изданий и небольших статей от трех-четырех недель где-то в районе месяца и до бесконечности. Второе, ложная информация об издании и издательстве. Это может быть либо действительно ложная информация, либо это сокрытие какой-то части информации, представление неполных данных, по которым невозможно идентифицировать эти представленные данные. Фальшивые данные об импакт-факторе, ложные данные об индексации в международных базах данных. Обращайте внимание еще, в какой базе данных этот импакт-фактор может быть. То есть тоже сокрытие или неполное представление информации туда же. Некорректная, недостаточная или откровенно ложная информация о редколлегии. Отсутствие архивов номеров, либо неполное представление архивов номеров. Написано, что журнал выходит шесть раз в год, а архив номеров последний раз три года назад и два выпуска. Тут уже разговор однозначный. Обращайте еще внимание на количество публикуемых статей. Если журнал выходил, периодичность может быть разной, но количество статей, оно примерно в номерах одно и то же. Но если у него было, например, в одном выпуске 20 статей, а в другом вдруг неожиданно 100-150, а в третьем 60, то есть какое-то неустановленное количество, примерно похоже. Но это тоже повод задуматься. Похищенные фальшивые сайты про ИКС не забываем. Зайдите, посмотрите. И спам-рассылки, которые приходят вам с предложением опубликовать не только статью, но вплоть до монографии. Особенно с монографиями очень осторожно. От издательств такие вещи идут. Особенно, когда вы активно публикуетесь, и ваши публикации попадают в базы данных. Будьте готовы, что придет. Еще как хватает, Эльвира Оливьевна, еще как. Ставьте в спам, в черные списки, иначе засыпят. И напоследок для себя хорошо бы составить такой чек-лист проверки изданий и издательств. Часть информации мы сегодня с вами разобрали, а остальные можно продумать, найти, дополнить этот список, скорректировать. Если его еще нет, то составить. Эльвира Оливьевна, откуда узнают адреса? Да, очень просто. Базу данных, ну, во-первых, мастеров хватает. Откуда узнают наши данные звонящие спамеры с предложением тех или иных товаров и услуг? Во-вторых, во время публикаций мы же указываем свои контактные данные. Вот из этих баз, из публикаций. Это целая индустрия. Базы скупаются, базы продаются. А мы же оставляем свои данные в интернете везде. Поэтому собрать эту базу, ну, для специалиста, это, наверное, не столь сложно. И информацию сегодня, вот, что было по основным моментам, на которые обращать внимание, я вам дала. Я специально не останавливалась чисто на вот ваковских изданиях для аспирантов и соискателей. Это уже Наталья Модестовна расскажет более подробно на своих вебинарах. Следите и за ее вебинарами тоже. Ну, вот основные моменты, чтобы обойти ловушки, держать ушки на макушке, простите за рифму, я сегодня вам показала. Ну, это то, чем пользуюсь сама, прежде чем куда-то поддать, тем более за платные публикации и за немаленькие деньги. Квартили журналов Владимира Анатольевича, это, знаете, в двух словах, чтобы не задерживать нас с вами надолго, это как гильдия у купцов. Купец первой гильдии, второй гильдии, третьей гильдии. У журналов то же самое. Квартили. Да, то есть это вес журнала, его значимость в научном мире зависит от множества параметров, но если скопус откроете, вы там увидите. Журнал первого квартеля, второго квартеля, сразу скажу, в первый, второй квартель пробиться безумно тяжело и жутко дорого, очень дорого. Если ваша организация не берет на себя финансирование этих публикаций, возмещение в каком-то процентном объеме, где-то может быть и до 100%, но это очень дорогие, очень солидные издания Science Nature. Как правило, туда очередь публикации уже на годы вперед и публикуют в основном известных ученых, либо те статьи, те исследования, которые достойны вот такого мирового уровня. Там очень серьезное рецензирование, публикации там могут, весь редакторский вот этот издательский цикл может идти очень долго. Поэтому для нас третий, четвертый квартель. Четвертый, вот туда, в четвертый, кстати, мусорные очень часто попадают, поэтому очень внимательно нужно отслеживать. Это как рейтинг журналов по их значимости, по их важности. Коллеги, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Благодарю всех, кто сегодня добрался в связи с изменением времени проведения вебинара. Всем спасибо. Если будут вопросы или желания с этой темой как-то разобраться больше, и в нашем курсе мы эту тему тоже будем затрагивать и работать уже практически. Не просто сегодня посидели, посмотрели, а еще своими ручками будем анализировать эти задания, эти журналы и эту данную. Не забудьте забрать последнее обновление скопуса из папки ресурсы. Там есть все индексируемые на данный момент данные на май, июль и август этого года. Данные по русским изданиям, входящим в скопус, на самые последние это августовское обновление. И июльское это данные, исключенные из копус. Вот файлики я вам сегодня принесла, так что не забудьте их забрать вместе с презентацией. Владимир Анатольевич, журналы без квартеля состоятельны, публиковаться в них можно, но опять же, если вас интересует, попадет ли эта публикация, будет ли она засчитана к рейтингу вашей публикационной активности, то вот это смотрите по белым спискам вашей организации, либо проконсультируйтесь со своим руководством, либо проректором по научной работе, принимаются ли, или кто отвечает за издательскую практику, будет ли принято и учитываться эта публикация. Но если издание входит, индексируется в ВОЗ или в скопус, с молодыми такое часто бывает, у них еще нет квартеля, это не страшно. Но просто какую цель вы перед собой ставите, какая задача-то изначально стояла для этой публикации. И что-то еще хотела сказать про квартель, ну да ладно, да, про состоятельность. Вот тот пример, который я вам показывала, вот этот индекс ВОЗ для гуманитарных, экономических, там могут попадать такие журналы. По рейнцу смотрите, индексируется ли, есть ли данные, учитывается ли он, как по e-лайбрере, входит ли он, индексируется ли он в скопус, ну и опять же, смотря для чего мы печатаемся. Да, если для рейтингов, то надо учитывать те требования, которые предъявляются у вашей организации. А, вспомнила, что я хотела сказать про квартели, значит, Владимир Анатольевич. В организациях очень часто, так как это очень дорогостоящие публикации, а с нас начинают требовать из преподавателей, из научных работников, публикации в Web of Science и в скопус. И иногда говорят, не ниже там какого-то квартеля, иногда там не ниже второго квартеля. Понятно, что преподаватель такую публикацию самостоятельно не потянет, даже если мы восьмером соорганизуемся и на восьмерых попробуем эту сумму раскидать. Сложновато. Очень часто организации берут на себя оплату этих публикаций, но они же и отслеживают их. Иногда выделяется либо отдельный человек, либо создается отдельный отдел или департамент, занимающийся только размещением публикаций преподавателей или своих сотрудников в этих издательствах. Потому что подписки стоят дорого. И понятно, что организация не хочет терять деньги. И тогда вы приносите текст, готовый, практически готовый текст статьи, а они уже сами подбирают, в какой журнал будут публиковаться. То есть здесь у вас уже и они уже решают, какой квартель, какое издание. И ваша задача будет только править и корректировать текст, и форматировать его в зависимости от требований выбранного издания. То есть здесь часть вот этой поисково-аналитической работы, она с исполнителей, с авторов, она снимается. То есть такой вот ход иногда тоже принимается. Но опять же, это все связано с деньгами, поэтому иногда вот такое решение есть. Но очень часто нам приходится самостоятельно это все отслеживать. Для этого мы сегодня и разбирались с основами и с азами. Итак, коллеги, всем спасибо за сегодняшнюю встречу. Завершающее слово приглашаю сказать Павла Юрьевича. Если будут какие-то вопросы, пожелания... О, кстати, и про один фейковый журнал, что сейчас творится, я вам сейчас попробую в группу выложить. Посмотрите в нашей группе на Фейсбуке «Автор научных публикаций». Давно я там ничего не выкладывала, прошу прощения, загруженность по полной программе. Но вот эту статью я выложу, она как раз про наш сегодняшний вебинар. Может быть, потом я про это тоже еще как-нибудь скажу на следующих вебинарах. Спасибо большое. А, Элира Анатольевна, Владимир Анатольевич, спасибо. Где, откуда и как, коллеги, сделай, где научились, скорее как научились, да, здесь на просторах интернета. Научиться можно. Научиться можно. Если есть желание, плюсуйтесь в группу, плюсуйтесь в личку, пишите, курс будем делать, и, может быть, мы это, и поделюсь секретами, как это сделать. Если есть желание, можем вообще отдельный курс сделать по поиску, и как добывать. Аналитики, работали, Элира Анатольевна, работали. Спасибо, коллеги, всем хорошего дня, и до следующего вебинара.